Вот так вот. Теперь у нас проходит утро. Уже вот сегодня получается четвертый день, если не считать выходных. У нас March Break, то что называется весенние каникулы, целая неделя. Начались они еще в пятницу. Вот, в пятницу. Да, Габриэль, да. Привет. Привет. И начались они еще в пятницу, потому что в пятницу у них был P.A. Day, это профессиональный день преподавателей, когда школа не работает, нету занятий. Вот, ну, в общем, одним словом, сегодня погода вроде ничего. Я сейчас хочу зайти в интернет и проверить, какие температуры, чтобы, может быть, с детьми выйти на улицу. Потому что вчера был сумасшедший просто ветер, который превращал температуру плюс 3 в минус 5. Вот, очень сильный ветер. Вот наша барбекюшница стоит. В общем, короче, сейчас проверю погоду. И покажу вам, вы понимаете, что с ребенком просто, особенно когда двое детей, тут в основном у всех двое-трое, невозможно просто развлекать его с утра до вечера. Понятно, что у меня есть своя программа, понятно, что я делаю с ним какие-то уроки, какие-то даю ему задания. Потом я вам покажу позже, какую красную, шикарную газету, стенгазеточку мы ему такую из Идошки сделали. Ну, вот, как бы каждый день мы делаем по чуть-чуть, чтобы потом он мог пользоваться этой доской до конца учебного года. Я вам попозже покажу с нему, о чем я говорю. Вот, и приходит, короче, к нему друг. Так, я сейчас думаю, что им такое вкусненькое приготовить. Так, я хочу им сделать в каждом, как бы вот так вот в тарелочке мусс. Я купила доктор Откер. Это такое достаточно знаменитое, популярное, не знаменитое, а популярное среди всяких вот в сладком отделе. Это такая фирма достаточно популярная. У них много всего, там муссы, приправы всякие, сладкие, все для выпечки, вот, в общем, всякое такое. В общем, я этот мусс хочу взбить, вот, сделать деткам, потому что мальчик придет в 3 часа. У нас сейчас время 9 утра, вот, потому что говорят, что желательно, чтобы он в холодильнике хорошо постоял, настоялся, чтобы было такое, как мороженое. Вот, так я сейчас взобью с молоком этот порошок, разложу в розеточки и сверху клубничку нарежу, чтобы деткам было что-то вкусненькое поесть. Вот так вот пошла работать. Может быть, ты стану слышать нам галочка? Пока они сидят тихонечко, я пойду, у меня сегодня у подружечки, моей Леночки, поздравляю тебя вот по видео. Я иду тебе звонить, Ленуся, иду тебе звонить быстро, пока под шумок, пока они тихонечко там смотрят телевизор. Пошла звонить подруге. Вот какая красота получилась. Деткам вкусная, в принципе, там ничего такого сильно страшного нету на молоке. Клубничная, ну, считайте, как мороженое. Всё. Пошло в холодильник. Пришла весна. Как я говорила, я весной крашусь. Надо покраситься, надо прическу свою начинать приводить в порядке уже. Вот купила я краску. А где она делась? Куда мне её дети дели? Эту краску, короче, купила краску, буду краситься. Это всё происходит в этот же день. Дети пока тихонько внизу сидят. Сейчас уже Габи скоро идёт спать. Я перед этим хочу покраситься. Шёлковый цвет. Color Silk. Beautiful color. Вот здесь написано, что soft black. То есть не такой чёрный, как бывает такое, что называется, с синеватым. Аж такой чёрный, что аж с синеватым. Он очень достаточно такой естественный. Девочка красивая на коробке. В общем, короче, покрасим сейчас. Посмотрим, что здесь написано. Короче, с экстрактом яблочным. Прям 3D color. В общем, короче, посмотрим, что там с меня получится. Ну всё, краска закончена. Всё. Вот я более-менее все седые волосики уже закрасила. Естественно, как всегда, невозможно ровно краситься. Поэтому чёлка прикрывает неровности покраски. Вот. Так что, ну, вроде всё покрасила. Ну, как всегда, внизу у меня не всегда хорошо прокрашивается. Самой тяжело краситься. Ну, в общем, как-то вот так. Всё, ребёнок спит. Пошла прибирать, потому что скоро плейдейт. Придут детки. Значит, как я и сказала, у нас плейдейт. К нам пришёл мальчик. Попозже придёт ещё его братик, этого мальчика. В общем, одним словом, вот это я прибираю, прибираю. Что-то хожу, делаю, делаю, делаю. И ничего не видно. Вот ничего не видно, что я тут делаю. Кошмар. Одним словом, что я вам хочу сказать, для чего я включила камеру. Во-первых, показать вам, что вот у меня, насколько были разные дети. Вот и до у меня никогда в жизни бы себе такого не позволил. Рисование на стенах. Габи, кричи, не кричи. Она откуда-то спирает эти карандаши постоянно. Обрисовала все стены. Я говорю, Костя, хорошо, что мы, когда въехали в дом, мы решили не обелить ничего. Потому что мы сказали, пока дети маленькие. И вот это мы не решили, какой. Мы хотим цвет. То есть в доме нужно пожить, чтобы понять, какой ты хочешь цвет. Ну, за исключением того, если ты точно не знаешь, какой ты хочешь. Вот это вот оно всё измалевало. Ну, всё. Я говорю, Боже, какое счастье, что мы ничего с тобой не побелили. Потому что я бы умерла, если бы мы побелили. И вот у меня бы вот это вот всё произошло напобелено. Значит, что хочу сказать. Это всё, что я не хотела сказать. Я хочу ещё сказать, что я хочу... Я прочитала здесь статейку, одну, в русской газете про, что такое хорошая кредитная история и как её можно улучшить. Я вам хочу это всё рассказать, но это будет не сегодня. Я подготовлю видео на этой неделе. И такой вот маленький вам анонс о том, что... Просто здесь действительно такие вот есть типы, которые... Я не думала о том, что ты уже как бы живёшь с какими-то вещами, которые, ты знаешь, блин, солнце светит. Ты живёшь с какими-то вещами, которые ты знаешь. Ты думаешь, что их знают все. Но вот люди, опять-таки, кто вот только приехал или, допустим, живёт уже какое-то время, но собираются покупать дом, например. Им говорят, что нужна хорошая кредитная история, чтобы получить, так сказать, это одно из условий. Хорошая кредитная история – это одно из условий получения моргича, да, ссуды вот этой ипотеки. Вот. И все думают, ну давай... И все начинают задумываться, что же такое хорошая кредитная история. И вообще, что и как. Поэтому я решила, у меня есть про банковские системы видео, которые я давно... Это одно из первых видео, которые я поднимала. И потом я его переподнимала ещё один раз. И сейчас... Там я в двух словах буквально говорю про кредитную историю. Но я даже сама ещё тогда глубоко не знала всего понятия кредитной истории. Я вам прочитала эту статью, меня это сподвигло на кое-какие вон Габриэль Фреймович. Смешно, что-то там себе делает сама. В общем, короче, это бандитка. В общем, короче, я делаю видео ещё про кредитную историю, оно выйдет до воскресенья этого. Так что следите за видео. С мандарчиком кушает. Кто? Кто девочка такая красивая, любит огурчики? Сама. Моя лягочка. Слава богу, не снимаешь эту повязку, ты уже такие волосы длинные. Мама здесь. Кто там, детки? Снимай, пожалуйста. Все, все, все. Подявились, подявились. Моя дитя. Детки играются здесь. Габочка прячется, да? Скажи, никому не покажу свой огурчик. Никому не покажи огурчик. Так, взядом, взядом. Ча-ча-ча. Ча-ча. Кто там, душка поёт? Коя пришёл с работы. Мы решили сделать барбетюр. Я заделала курочку для барбетюр. Сейчас сделаю картошку на барбетюр. Пока что вот ребёнку Эдошу приготали, я тоже перекос. Очень он любит. Кукуруза у неё мороженая, я её подогреваю. Немножечко на масле. Сосиски огурчики. Всё, Эдоша, вкусно? Угу. Это твоё любимое. Ага. На здоровье кушай. Привет, Константин. Сегодня рано вернулся с работы. Салон. Вот. Добро пожаловать на нашу. Пошёл. В общем, на сегодня день не закончен. Я ещё, как я и сказала, решила сделать барбекю. Вот я сейчас вам покажу. Я его поставила преждевременно разогреть. Вот, видите, уже тут как бы градус поднялся. Вот, оно разогревается. Я взяла просто лучок на вилочке и вот так его... Ого, там уже нормально шарел. Вот так я его мою. Вот так вот, как будто бы... На самом деле всё вкусно. Будет и чисто. Вот так вот, просто чтобы не прилипало мяско. Почему-то канадцы, американцы маслом чистят. Я до сих пор не знаю, почему именно маслом. Они берут прямо paper towel. Вот этот вот полотенце бумажное. Вот. И прямо на него берут кучу масла. Ух, ещё пара идёт. Сорта холодная ещё. Значит, они ложат там. Берут вот этот бумажное полотенце. И масло макают. И вот этим маслом промывают. Я не знаю, как бы масло горит обычно, мы знаем. То есть они, наверное, благодаря этому просто сгорают. Вот эти все излишки, наверное, как-то я не знаю. Кстати, вы знаете, можете здесь написать, как приятно, когда причесочка более-менее уложена. В общем, короче, всё. Иду ложить мяско на огонь. У меня шуток минут. Габи уже пошла спать. И мы идём вытаскивать, что у нас получилось. Первый раз я делала такую курочку. Я её уже выключила. Она просто здесь продолжала стоять. Не ждать, когда я освобожусь. В общем, короче. Вот. Ох, отлично. Мне кажется, что она очень хорошо проготовилась. Запах, конечно, шикарный стоит здесь на улице. Я думаю, что все соседи сейчас проголодались в этот момент, пока она не готовилась. Плюс партошка давала свой шикарный запах. Но внутрь я её разрезаю. Я вставляю, ну, солю перчо и вставляю лук. Он даёт сочность и, конечно, неповторимый просто вкус. Всё вот такое вот у нас будет ужин. Сейчас я и Дошка, я и Костя будем кушать. И так закончится наш выходной день. А потом пойду... Выходной день. Это не выходной день. На самом деле, это и Дошкин выходной день. На весенних каникулах, которые сейчас у вас в неделю. Вот так вы увидели мой день. Всё, сейчас покушаем. Я пойду делать это видео для вас. Так что всё. Пока-пока. Ба-бай. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»